охлаждение для охлаждения не только есть водяная и воздушная система охлаждения в аппарате еще стоит сапфировое стекло что вы здесь на выходе оно дает дополнительное охлаждение почему помните говорил очень много тепла если у нас человек пришел на руки на ноги на бикини на подмышки нужно временем оставить полтора-два часа если он пришел только на бикини достаточно полчаса если на подмышки кроме вот этих вот диодных пластиночек между которыми циркулирует водичка у него есть охлаждающие элементы пельте это только в диодном лазере эти элементы пельте они имеют свой срок службы вот если ресурс самого аппарата у него написано там 20 миллионов импульсов это очень много это 3 5 итого и 7 лет чтобы увеличить ресурс службы как можно работать с аппаратом то что показывает в интернете вы видели какая у система охлаждения включает аппарата здесь такая шапка и не появляется вот это не безобразничает этот аппарат не берегут и используют ресурсы экспериментов петли такого делать не нужно показывать на вашем аппарате у него до минус четырех градусов когда мы начинаем работать и выделяется тепло то температура повышается до минус двух и до минус одного и у нас будет растекаться будет высыхать и образовывать окрузионный плен если возьмем слишком плотный он начнет сворачиваться от большой температуры поэтому берем среднюю вязкость это обычный метеоген который используют для аузе аппарата значит он имеет водяное воздушное охлаждение вот здесь вентиляторы которые его охлаждают саму систему и водичка которая циркулирует в системе вот сюда шланг подается и подается в вороночку опускаете вниз вот здесь вот есть клапаны которые вот эта вот водичка вот написано ватер видите вот это откручиваете сюда подсоединяете шланг вот это вот откручиваете вот вторая ватер которая вторую откручиваете сюда подается воздух в вороночку опускаете вниз в ведерко и сливайте в этом аппарате 4 литра воды вот четыре литра зверят поднимаете на ромку и заливаете воду также 4 литра заливай потом вольт аэдиация дистиллированная вода если вода будет не дистиллированная приведет полном к аккаунь даже если перед нельзя регусти абор altura все равно раз в месяц мы меняем дистиллированную форму. Так, как раз убрать праздник. Здесь он включается, а он выключается. На аппарате на каждом месте такая красная кнопка. Это кнопка экстренного выключения аппарата. Когда ее, если вот так ее нажать, аппарат сразу выключится. Но нажимать ее каждый раз не нужно. Для чего нужна эта кнопка? Она защищает аппарат от любого воздействия. Отвязывайте, я уже перекатывала, она зафиксировалась. Я нажав на кнопку включения, аппарат не включился. Это если нужно экстренно выключить аппарат и поднимать этот клиент. Пожар, награднение, напрясение, какая-то нестандартная ситуация. Вы прекращаете, нажимаете кнопку, редко прекращаете и покидаете с вашим клиентом. Если вот как сейчас я включила аппарат, а он не включается, не пугайтесь сразу. Вот эту кнопочку нужно повернуть, она отхочет и аппаратик включится. Эта система плакирует. Давайте сразу посмотрим, что у нас здесь будет кресло. У нас есть мальчик и девочка, не на всех аппаратах, это и есть. У мужчин волосы более толстые, более жесткие. Накреть такие волоски нужно больше времени. Нет энергии, больше времени. У женщин волоски более толстые. У мужчин волосы залегают лучше, чем у женщин. Давайте надеемся. И мы видим у нас кресло, руки, бейкини, подмышки. Зоны обработки. Выберем подмышки. И здесь мы видим уже параметры у нас, выскакивая. Но вот на этом аппаратике это так. На других аппаратах будет прям подписано плотность, ширина, импульсность и частота. Здесь мы можем это понять по вот этим буквам, да? Джои на сантиметр квадратных это будет плотность мощности. Миллисекунды это как раз будет ширина импульса. А герцы это будет частота выхода импульса из носа. Поэтому шить, что мы смотрим сколько импульсов у нас осталось в этом аппарате. Вот эти вот снежинки, это как раз и есть система охлаждения. Нажимаем на них, мы эту систему охлаждения повышаем, да? Минус четырех раз. Вот, это может быть единичка, потому что у нас поможет. Вот эти вот значочки, вот этот вот замочек, означает, что система, если заблокируется, она тут не просто заблокируется. Вот это для вас не очень важно, потому что там в разную текучку. Вот этот вот краник с водичкой, он показывает количество воды в системе со мной. Если вы залили воду, поменяли его неделю назад и начали работать, и работаете каждый день много, то водичка может испариться за интенсивной работой. И тогда этот краник начнет мигать, не дашь вам работать. Что нужно сделать? Воду взливать все нет, вы знаете, вы поменяли ее неделю назад. Ее нужно давить в систему. Сколько давить, ну, здесь есть шпала. В данном варианте. Это фототипы, как сделано. Ну, вот, здесь единичка, это значит, первый, второй, двоечка, это означает третий, четвертый, а третий означает четвертый, пятый, сам и твердый. Они написали в инструкции, это белое, это желтое, это черное, вот. Ну, на этом аппарате это именно право. На других аппаратах, ну, прям, там будет первый, второй, третий, четвертый, да? Это заряд, это патриличка, это заряд, потому что, вообще, вот такие аппараты лучше подключать через стабилизатор напряжения, не через розетку, да? Потому что, если будет за счет, то, когда с аппаратом можно включить, тогда инфекция, который может подключить, сохранять напряжение, тогда не включится. Ну, если что-то случится, тогда в этом инфраструкторе оно заморкает. На любом аппарате система тезитирования уже строит, почему диодик называется еще система «умный лазер». Она сама себя тезитирует, она себя сама проверяет, да? Поэтому она очень нужна. Не только для пациентов, но еще и для пациентов. Давайте сразу по тех, кто не зарабатывается. Значит, работать обязательно в проветриваемом помещении, чтобы принудительно, это точно вытяжная интелляция. При работе на любом лазерном укрое, это выделяется смыслозоза. Это токсичное вещество, он очень летучее. Но не его концентрация, а время нахождения будет показывать, насколько это для вас опасно. Коксикозоза выделяется после дождя. Вот то, что вы вышли и вдохнули вас окружилась голова, это и не свежий воздух. Вот, где-то вы отройтись и все равно сутки. Но вот это не его концентрация, а время нахождения. Поэтому обязательно проветриваем. Еще она слепопах. Поэтому у вас кабинет обязательно должен быть огнетушитель. Работаем на резиновом коврике или в резиновой куле. Обязательно должен быть. Обязательно должен быть источник, где много и внутреннего освещения. Потому что косметологический кабинет, это кабинет найдущей должности. И по санкену у вас должно быть источник. Здесь нахождения. На окнах должны прижалились. Должно быть требовое попадание солнечных лучей. Окна, мебель, расходные материалы. Должны быть матового цвета. Должно быть зеркало, которое в поле работал лазерный луч. От зеркальных поверхностей и от блестящей поверхности лазерный луч может отреплашить. Который называется получи. Здесь получение не аницирующее. Поэтому оно безопасно. Продолжение следует. Продолжение следует.